Перейдем к дыхательству. Я вам постараюсь показать, как на самом деле идет процесс эволюции. Дело в том, что нельзя представлять себе эволюционный процесс, как система абсолютно случайных и независимых друг от друга изменений, которые вызывают сундукции. Мы с вами посмотрим, насколько этот процесс глубочайшим образом взаимосвязан. Так изменение одной системы будет буквально вытаскивать дальнейшие изменения в другим деталям. Система органов дыхания. На самом деле это не самое грамотное название этой системы органов. Те, кто был на нашем первом занятии, на первом занятии вот этого мини-цикла. Поднимайте руки, кто помнит определение процессов дыхания. Какие процессы в биологии называются процессами дыхания. Три человека на такой аудитории? Мало. Прошу вас. Значит, раз навсегда забудьте про вдох-выдох, забудьте про насыщение крови кислородом и так далее. В легких у нас происходит не процесс дыхания, а другой процесс. Я уже это делал вам показывать. Будьте добры, вы. Вот сейчас произошел обмен или грабеж? Грабеж. А теперь держите мобильник, давайте ручку. А сейчас что происходит? Классно. Значит, в результате, как грамотно назвать процессы, которые происходят в легких? Процессы газообмен. Органы, легкие жадры и так далее, это не органы дыхания. Это органы газообмена. Задача насытить кислородом транспортную систему, ну в нашем случае кровь, значит, и наоборот вывести из транспортной системы излишки СО2. Разобрали. Теперь, ну давайте все-таки обозвоночно говорить. У насекомых, допустим, многомножко у них вообще сумасшедшая система дыхания. Дело в том, что у них кровеносные системы не участвуют в газовом транспорте. Кровь не переносит, не транспортирует ни кислород, ни СО2. Вопросы, а как уже ООО, допустим, когда кислород попадает в клетки? Хорошо? У них есть специальная резина, которая не представляет все. Именно так. Своя отдельная транспортная система, система трубочек, каждая из которых открыта просто на улице своим отверстием стены. И воздух сам идет по этим трубочкам к клеткам тесны. Но у нас такой магистральный вариант, когда все-таки кровеноск переносит газ. Ну и теперь давайте смотрим. Исходный вариант позвоночных, грубо говоря, рыбы. На самом деле не совсем рыба, но грубо говоря, рыба. Рыб вы представляете. Давайте прикинем, а через какие органы рыбы в реальности будет происходить козапин. Ну не галдеть руки. Хорошо, жабра согласен, а еще? Это отверстие. Ребята, через отверстие много ли газообмена пройдет? Отверстие вот одно. Газообмен всегда будет идти через границу или через площадь поверхности. Через площадку. Ну-ка, давайте думать. Кстати, у нас с вами у людей главно-газообмен котен легкие. Ну и какая же площадка, свернутая у вас в другой клетке, образовав легкие? Какая площадь внутренней стенки легкого? Прошу вас. Я спрашиваю, в сантиметрах квадратных, метрах квадратных, какая площадка внутренней стенки легкого? Два волейбольные поля. Десять квадратных метров – это площадочка 3,30 на 3,30. А волейбольные поля имеют слегка другой размер. Представили себе? Знаете? Так что суммарная площадь газообмена в нашем стиле не просто большая, а гигантская. Для сравнения, а площадь поверхности вашей кожи какая? Два метра. Внутренняя стенка легких 200 квадратных метров, а площадь поверхности вашей кожи в 100 раз меньше. Кстати, кожа человека дышит? Нет. Абсолютно газо-непронициальная кожа. Совершенно. Точка. Газообмен через кожу строго равен нулой. Ни одной поры в полже человека нет и быть не может. Если бы поры были, что бы произошло с людьми? Выйти клепо на улицу. Нежклеточное пространство заполнено жительством. Значит, дурят вашего брата как хотят. Представление, что косметические средства влияют на глубокие слои кожи, способны поставить на уши любого профессионала. Задача кожи вообще-то какая? Ничего не пропускает. Точка. Есть редчайшие исключения. Не редкие, а редчайшие. Но те фигли-нигли, которые рекламируются для кремов, лосьонов и так далее, якобы действующие не на поверхности, но глубокие слои, но это рассчитано просто на то, что средний потребитель совершенно дремучий неграмотный. Так? Да. Если у нас какие-то исчезда протекают сквозь какую-то оболочку, то значит, через меня обязательно должна протекать всю острунальность. Первый вечер, наверное, мембрана. Она у нас там встраивалась в бутки, в том, как мы говорим. У нас проходит только вода через эту мембрану, а от ветка не протекает. Отнюдь, отнюдь не только вода. Да? Целый огромный класс веществ, вот когда немножко разберетесь с химией, с физикой, да, значит, гидрофобные вещества проходят сквозь бислой мембранный, даже не замечая его. И идут строго в направлении градиент концентрации. И в зону высокой концентрации, и в зону низкой концентрации. А у вас на поверхности кожи хоть одна живая пленка есть? Добрые люди, мне бы хотелось, чтобы вы запомнили, что воздух – это абсолютно смертельная среда для любой живой плетки. Ни одна живая плетка, не только нашего тела, в принципе ни одна живая плетка, не имеет права на воздухе находиться дольше 10 секунд. Через 10 секунд что с ней будет? Почему молекулы? А мы только что сказали, что вода мембрану не замечает. Пока плетка находится в воде. Вот плетка вокруг вода. Может ли молекулы воды дефунтировать сквозь мембрану в плетку? Да. При этом. Что можно сказать о количестве молекул, вошедших к плетку? Ну, примерно одинаково. Ну, примерно одинаково. А теперь мы вынули клетку на воздух. С молекулы воды сквозь мембрану выйти могут? Да. Могут. Вернуться на воду. Нет. Почему же? Конечно, могут. Если они остались, оставили жидкость. Но ведь на воздухе что будет с молекулами воды? Она испарится, она уйдет в газ, который мы называем водяной парой. А вот из водяного пара уже не вернешься. В результате на воздухе каждая живая плетка необратимо теряет волну. И за 10 секунд погибает. Исключений справедливо не бывает. Хорошо. Вопрос. А как же мы с вами живем на воздухе не только мы? Какое количество живых существ освоили? Хорошо? А у нас вот единственное место, где мы тоже многослойные слои мертвых клеток. Классно. А ноздри у вас внутри тоже закрыты многослойные, как вы говорите, слои мертвых клеток. Слизь, да. То есть газоносные пути, воздухоносные пути, все выстилаются слизистыми оболочками. Кстати, никогда не путайте два разных тема. Слизь и слизистая оболочка. Слизь, это что такое? Это кисель. В киселе хоть одна клетка живая есть или нет? Да нет, это просто очень густой раствор. А слизистая оболочка, это что такое? А вот это очень сложно организованная защитная оболочка тела либо конкретного окна. Как правило, из нескольких разных слоев клеток слизистая оболочка живая. И чего делают клетки слизистой оболочки воздухоносных путей? Они выделяют слизь. Не все, конечно, но бокаловидная клетка, жилистая, выделяют слизь. В результате поверхность воздухоносных путей покрывается пленочкой слизи. И если эта пленочка высохнет, что будет с вайлом? А вы задохнетесь и умрете. Потому что сквозь сухую пленку, что со скоростью диффузия сквозь твердое тело и сквозь раствор? Скорость диффузии одинаковая или нет? Красная. Как только у вас пленка высохла, можно ли ждать, что приличное количество кислорода диффундирует сквозь такую сухую высохшую пленку? Да нет, он просто не диффундирует. Все. Вот эта жидкость, которая выделяется внутренними стенками лёгких, называется сульбактат, защищает наше тело просто от гибели, буквально в смысле. У него несколько разных ролей, но это не сегодня, а на следующей неделе. Но дело в том, что по дороге в воздухомостных путях можно ли там оставить клетки без защиты? Ну воздух-то идёт лёгкий. Можно ли оставить клетки карахеи, клетки бронх без защиты? Нет. Как они изучаются? То же самое. Блокаловидные клетки выделяют более плотную слизь, которая называется мокрота. А теперь здесь очень большая неприятность. Вообще-то любые жидкости, в том числе и жидкий киселёк, они куда идут всегда. В каком направлении? Сверху вниз. Сверху вниз. Волосик. Нет, в принципе, вы говорите верно. Вообще-то идея мокрота должна стечь в лёгким. И вы должны захлебнуться на сушу. Это тяжелейшее состояние, к сожалению, это иногда бывает при патологии, это жидкость внутри лёгкого, отёк лёгкого, смертельное выражающее. Почему этого вновь не происходит? А кроме слизистых клеток, как юный джентльмен сказал, на стенках сидят клетки ресничного эпителия, которая хранит массу энергии на то, чтобы реснички находились в постоянном движении. И куда эти реснички гонят мокроту? Снизу вверх. В результате ежедневно 2,5 литра мокроты поднимается вот так по трофею, а дальше вы реприкторно сблокуете. Вы же не обращаете внимание на каждое ваше реприкторное сблоку. И вам кажется, что вы сплотваете только слюну из аркады. Ничего подобного. Сюда же, в носоколку, будут открываться протоки слёзных каналов. И сколько слёзной жидкости каждой сутки будет стекать вам по слёзным каналам в носоколку? Ещё 2 литра. То есть, на самом деле, вот этот процесс постоянного омывания поверхности организма – это плата за наше существование на воздухе. Без этого на воздухе жить нельзя просто. Хорошо. 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 Хорошо.